Из высокого неба любуется, как живет наша тихая улица, под названием Добром Савхозная, наша улица добрых людей. На этой улице 33 дома и всего 100 жителей, но теперь ее знают во всем городе. А местные даже сложили гимн в ее честь. Дело в том, что 60 лет назад ее своими руками отстроили фронтовики. В этих домах для них началась мирная жизнь. Выросли дети и внуки. Имена первых жителей теперь хранят мемориальные таблички на домах. А правнуки героев носят портреты родных в бессмертном полку. Никогда мы это событие не пропускаем, каждый год ходим. Бабушка у нас была связистка, а дедушка был радиотехник. Бабушку мы застали, да, и она нам рассказывала очень много про те годы, да, было очень интересно. Народное название Савхозной – улица победителей. Его придумали местные жители. Они гордятся историей своих родных и соседей и каждый год уже 8 лет отмечают праздник улицы накануне Дня Победы и приглашают в гости всех владимирцев. Недавно здесь появился небольшой памятник. Сегодня к нему возложили цветы в памяти героев, живших на улице. Настоящий патриотизм. Вот видите, здесь памятник. Девочка маленькая прошла, положила цветочек. Большой начальник проехал, остановился на машине, букет положил. И это работает каждый день. Именно так, через личные истории и уважение к месту, где ты живешь, можно сохранить память для будущих поколений, считает писатель и краевед Юрий Никитин. Он тоже живет на Савхозной и даже написал книгу «Улица победителей». Ведь после того, как была книга написана и роздана жителям, молодежь не просто проходила мимо бабушки Ани и не знала, кто это. Она знала и стали здороваться. Вот я всегда подчеркиваю, что когда молодежь стала здороваться со стариками, это самое главное. Они поняли, кто это, во-первых. И, во-вторых, что им нужно хотя бы кивком головы выразить благодарность за то, что они сделали. Идеи жителей поддерживают и в городской администрации. Владимирцам с других улиц тоже неплохо бы вспоминать своих ветеранов. Это будет замечательно, если тоже у нас родятся такие какие-то предложения. Ну, мы вчера с вами открывали памятную доску нашему герою Крайнову. Завтра открываем памятную доску Каманину. То есть, вот такие мероприятия, ну, традиционно, они в городе проходят вот накануне Дня Победы. Старейших жителей улицы сегодня поздравили от администрации города и Заксобрания области. История этой улицы – это одна из страничек истории нашей страны, нашего народа и нашего города. Мы, конечно же, благодарны всем, кто ковал победу на полях сражений, в тылу. Мы помним их. После официальной части гостей праздника и жителей улицы ждал концерт и угощение с полевой кухни. Никита Каргаев, Маргарита Махрова, Александр Мажаров, 6 канал.